В 2011 году компания Ezeria приобрела небольшую швейцарскую компанию Procedural, компанию, разрабатывающую крайне интересные программы испечения для процедурного моделирования, моделирования в соответствии с правилами, трехмерного моделирования территорий. И скриншот из мультфильма здесь не случайно, потому что софт этой компании использовался при создании городских ландшафтов, которые видны сзади. Сегодня CityEngine интегрирован с ARGIS, является частью общей экосистемы, и Дмитрий Кудинов нам покажет, как далеко ушли инструменты трехмерного моделирования и визуализации, доступные пользователям GIS. Спасибо, Сергей. Да, компания Procedural была приобретена компанией Ezeria в 2011 году, и помнится, в этом году я привозил тогда на пленарное наше заседание небольшую демку с 3D, и тогда пообещал, что 3D будет интегрировано по всей ширине и глубине платформы. И вот сегодня уже вторая итерация, вторая волна этой интеграции у нас происходит. Я хотел бы показать вам, немножко приподнять вот тот вот занавес того, что будет в 10.3, и даже дальше в 10.3.1, который будет выпущен весной, март-апрель следующего года. И 3D, конечно, 3D, ну давайте я в общем просто перейду к дему, собственно говоря. Здесь вот у меня просто окно браузера без каких-то дополнительных плагинов. Очень похоже на стандартную веб-карту, с которой вы, наверное, уже знакомы, с портала. Единственная разница здесь заключается в том, что это у нас 3D. И 3D очень быстро, и, как я сказал, она работает без любых плагинов, просто сразу в окне браузера. В данном случае это дисктоп, ну достаточно свеженький, но тем не менее. Я могу работать с локальными какими-то данными. Рельеф, кстати, сейчас доступен на всю планету, и вы можете им пользоваться вполне. Вы можете накладывать на этот рельеф свои собственные данные, как в данном случае, например, это GPS-трек параглайдера, тоже в Альпах. И, как вы видите, это, в принципе, интерактивные данные, с которыми я могу взаимодействовать и использовать их для анализа. Это вот то, что будет вам доступно, начиная уже с декабря месяца, в том числе для публикации через Argus Online. А вот в 10.3.1 и мартовском релизе Argus Online появится возможность публикации зданий, мальтипатчей. Что-то у нас с интернетом сегодня. Давайте еще раз попробуем перегрузить ее, но в другом окне. Публикация мультипатчей. Так, секундочку. Давайте сделаем более радикальный подход здесь. Хорошо, давайте вернемся в сторону Сан-Франциско. Публикация мультипатч. К сожалению, все-таки у нас сейчас рельеф не приближается нормально, но вы видите, в принципе, здание сейчас из центра города Сан-Диего. И публикация их будет осуществляться с помощью Argus Pro, подготовка кэшей. И открывать можно будет это в том числе с мобильных устройств, из рантайма, из десктопа. И окомпоновка, в принципе, этих сервисов, возможно, точно так же и с самого портала или с вашего организационного аккаунта Argus Online. Но сейчас, чтобы совсем нас не оставить без кофе-брейка, я, пожалуй, на этом остановлюсь. А завтра, если вам интересно посмотреть, как происходит создание этих веб-сцен, как происходит публикация и доступ через мобильные устройства, подходите на секцию в 10 утра. Спасибо.